Как развивается мировая экономика России и Тверской области? Какие события в фокусе дня? Обо всем этом за три минуты в нашем экономическом обзоре. Россияне начали скупать акции. В последнее время в России зафиксирован всплеск инвестирования в ценные бумаги. В ноябре чистый приток средств частных инвесторов достиг максимума с начала года – 21,7 миллиарда рублей. За январь-ноябрь этого года акции было приобретено на 54,7 миллиарда рублей, что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Актуальная информация для жителей Верхней Волжья. Эксперты Центра исследований проблем реальной экономики прогнозируют, что в России изменений в розничных ценах на автомобильное топливо до конца года не произойдет. В следующем году цены будут расти в пределах инфляции и без скачков. В декабре этого года цены на топливо в целом по России остаются стабильными. Цена дизельного топлива в течение года традиционно менялась из-за смены сезона. Но на сегодняшний день она вернулась к уровню на начало текущего года. В Тверской области средняя стоимость бензина составляет на АИ-92 чуть менее 43 рублей, АИ-95 около 46 рублей, дизельное топливо 47 рублей 70 копеек. Жителям Верхней Волжья рассказали о частых способах кражи денег с банковской карты. Сейчас мошенники перешли на звонки клиентам от имени представителей банка. Совершенствуются и способы хищения. Если раньше мошенники звонили гражданам, чтобы узнать данные для самостоятельного проведения операций, то сейчас они уже пытаются использовать клиента для непосредственного перевода денег. Мы узнали, у жителей Твери поступали ли им подобные звонки от мошенников. Матцу моему звонили. Карточку у его супруги, он сказал, я карточку не пользуюсь. И распрощались они. У меня нет, с женой звонили. А что просили, какие данные? Ну, что-то там сбой, что-то там такое, но мы уже опытный народ. Нам лапшу на уши вешать не надо. Скажите свой счет, скажите свой паспорт. Но я не стала с ним просто разговаривать. Назовите номер карты, ну, ты сразу до свидания, выключаешь телефон и все. Сказали, что попытки вскрытия, снятия денег с карты. Мне было очень смешно, потому что у меня карты нет. Темпы роста в отдельных секторах экономики, демонстрируемые Тверской областью, выше, чем у других субъектов РФ. Минэкономразвитие Тверской области проанализировал основные показатели социально-экономического развития Верхней Волжи в сравнении с динамикой других субъектов ЦФО и РФ. Так, например, показатель по индексу промышленного производства у Тверской области на 3,6 пункта выше, чем в среднем по стране. На 23,5 пунктов выше индекс работ по виду деятельности строительства. То же самое касается показателя по индексу физического объема оборота розничной торговли. На 4,3 позиции выше, чем в остальных регионах. Экономический обзор для тех, кто хочет знать актуальную информацию и оставаться в курсе экономических событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова